Как и все домашние питомцы, кареллы обладают своими особенностями в уходе, и их необходимо учитывать, чтобы птица была здорова и счастлива. В первую очередь, это, конечно, правильное, сбалансированное питание, являющееся залогом хорошего самочувствия и продолжительной жизни питомца. Кроме того, есть ряд других важнейших моментов, о которых обязательно должен знать каждый ценитель этих ярких птиц. Кареллы – прекрасные летуны, и для правильного развития и хорошего самочувствия им необходимы просторные клетки. Рекомендуемый минимальный размер клетки для одной кареллы составляет 80 умножить на 40 умножить на 60 сантиметров. Будет жестокостью приобретать клетку меньшего формата, так как без возможности летать птица не только будет чувствовать себя плохо, но и впоследствии уже никогда не сможет расправить крылья, так как ее мышцы просто перестанут развиваться. Точка. Для кареллы лучше выбирать самую стандартную крупную клетку квадратной формы, в ней птице будет гораздо комфортнее, чем в причудливых, украшенных на современной лат-моделях. Прутья, хотя бы на некоторых участках клетки, должны быть размещены горизонтально, чтобы у птички была возможность полазить по ним. В клетке необходимо разместить все необходимые атрибуты для вашего питомца. В первую очередь, это поилка и емкость для корма, которые, как правило, крепятся с внешней стороны клетки. Также карелле будут нужны жардочки для сидения, по возможности отдавайте предпочтение тем, что изготовлено из неострых плодовых ветвей ивы, дуба, липа и пэ. Для стачивания клюва в клетке рекомендуется закрепить минеральный камень, который также является источником кальция, фосфора и других полезных элементов. Не забывайте, что клетка попугая всегда должна содержаться в чистоте. Наличие нижнего выдвижного поддона значительно облегчает уборку. В качестве наполнителя на дно клетки можно положить специальный морской песок для птиц, который будет надежно удерживать неприятный запах. Такой песок не только служит наполнителем, но и кладется на дно емкости с кормом, так как является источником кальция и минеральных солей для птицы и улучшает пищеварение. Что касается размещения клетки, то лучше устанавливать ее в светлом углу комнаты, на уровне человеческих глаз, так птице будет уютнее. Важно помнить, что низко постановленная клетка и необходимость смотреть на людей снизу вверх создают для птиц стрессовую ситуацию. Если у вас есть возможность заменить клетку на комнатный вольер, ваш питомец будет очень вам признателен. Минимальная рекомендуемая длина вольера 4 метра, этого достаточно для кареллы. С творческим подходом вольер может стать не только домом мечты для вашего питомца, но и атмосферным атрибутом интерьера, его можно украсить ветками деревьев, дуплистым стволом и побегами ломоноса. Как правило, такой уголок природы очень освежает интерьер. Наиболее подходящим вариантом для размещения кареллы, конечно, является садовый вольер. Теплые месяцы в свободном вольере на свежем воздухе – это предел мечтаний любой домашней птицы. Чистый воздух, солнечный свет не только делают окрас наших пернатых друзей более ярким, но и положительно сказываются на здоровье и иммунитете питомцев. В качестве альтернативы садовому вольеру можно приобрести комнатный вольер на передвижной стойке, который время от времени вы сможете выносить в сад или на балкон. А теперь несколько слов об идеальном месте содержания кареллы. Им является пристроенный к дому вольер, который через окно или леток соединяется с домом и имеет надежный навес от дождя. В таком вольере ваш питомец будет чувствовать себя прекрасно, свежий воздух, солнце и свобода передвижения благотворно отразятся и на здоровье, и на самочувствии вашего питомца. Поэтому если у вас есть возможность обустройства пристроенного вольера, вы можете быть уверены, лучшего места для кареллы просто не найти. Если карелла содержится в клетке, пусть даже очень просторной, она ежедневно должна иметь возможность полетать. При отсутствии вольера пространством для полета может служить одна комната. Карелле достаточно расстояние 4 метра, не нужно позволять птице летать по всей квартире, так вы можете за ней не уследить, а во время свободного полета лучше держать питомца в поле зрения. Выпуская птицу из клетки, не забудьте закрыть и занавесить окна, чтобы питомец случайно не вылетел из квартиры или не ударился о стекло. Нередко при открытии клетки птица не торопится вылетать из нее или, наоборот, возвращаться в клетку после свободного полета по комнате. Будьте терпеливы, карелле нужно привыкнуть к новым возможностям. Не переусердствуйте в поимке питомца для возвращения его в клетку, так вы создадите для него стрессовую ситуацию. Просто затемните свет или дождитесь наступления вечера, с уходом света птица сама поспешит вернуться в клетку. Карелла не может жить в одиночестве. Это от природы социальные птицы, и в естественных условиях обитания они встречаются исключительно в группе своих сородичей. Если обречь общительного питомца на одиночество, то у него с высокой вероятностью разовьются поведенческие отклонения. Рядом с кареллой всегда должен быть сородич того же вида, тем более, поверьте, наблюдать за двумя пернатыми друзьями гораздо интереснее. В естественных условиях обитания кареллы питаются различными злаками и травами. Кстати, больше всего им нравятся созревшие зерна, но еще молочной спелости. Это значит, что в условиях домашнего содержания питание карелл также должно быть разнообразным. В первое время новичкам будет нелегко понять, чем можно кормить кареллы и в каких пропорциях, но на помощь придут сбалансированные готовые корма и лакомства для попугаев и консультации опытных специалистов. Не забывайте, что хороший, разнообразный корм – это основа из основ. А самый главный секрет счастья вашего питомца, о котором мы еще не сказали, это ваша любовь и забота о нем. В нашей статье мы упомянули лишь некоторые моменты содержания пернатых друзей, и многому вам придется научиться самостоятельно. Советуйтесь с профессионалами, выбирайте только качественную продукцию для своего любимца и будьте внимательны, ведь здоровье наших маленьких друзей целиком зависит от нас.